Олимпиада и Паралимпиада позади. Самое время подвести итоги прошедших мероприятий. Но в Сочи долго обсуждать прошедшее никто не собирается. Впереди много работы. Стимул двигаться вперед есть, да и возможности тоже появились. Я думаю, что наш город Сочи ждут хорошие перспективы, потому что действительно все, что было создано к Олимпийскому и Паралимпийскому проекту, точно будет иметь очень длительный пролонгированный эффект. Обсудили и вопросы здравоохранения. В новые больницы и клиники будут привлекать специалистов со всей страны. Закупка современного оборудования уже подняла медицину курорта на более высокий уровень. Что касается нематериального постолимпийского наследия, а это единство жителей, вера в свои силы и стимул двигаться вперед, то и это будет и дальше использоваться для развития Сочи. Обсудили и механизмы помощи маломобильным группам населения. Уже сегодня Сочи флагман безбарьерной среды в России и готов делиться опытом с коллегами из других городов. Да и отношение к инвалидам в обществе изменилось. Это большая работа, которая ведет общество в целом к толерантности, к более гуманному отношению друг к другу, более серьезному пониманию и отношению с эмпатией к людям, у которых в силу разных причин сложились такие жизненные обстоятельства, по которым человек оказался в категории человека с инвалидностью. Культурная отрасль в Сочи продолжит развиваться. Такая возможность тоже имеется. До перестройки курорт был одной из самых ярких концертных площадок страны. Именно тут выступали лучшие коллективы и артисты со всего Советского Союза. Сегодня курорт возвращает себе былые позиции, даже больше. В Сочи готов принять всемирные хоровые игры. В Зимнем театре, например, расписание проектов уже готово на пару лет вперед. Насыщенная культурная жизнь, уверены власти, сможет не только порадовать местных жителей, но и привлечь туристов. Игорь Курпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.